Количество людей, которые слышали об этом, но их, которые не слышали об этом, их становятся практически единицы. То есть есть люди, которые слышали, но не знают ничего об этом, а это уже элемент резонанса, понимаете? То есть в нашей тусовке, так можно назвать, допустим, в тусовке эзотерической, я единственный человек, который популяризирует это как знание. То есть есть люди, которые говорят, мы можем научить, мы гуру. Есть люди, которые говорят, у нас там программирование или техники или еще что-то. Но нет таких людей, которые бы говорили, мы берем ответственность за знание, которое есть в эзотерике, и мы говорим об эзотерике и защищаем ее. Нет ни одного человека, который бы объявил себя на сегодняшний день эзотериком. Есть люди, которые говорят, я философ, есть человек, который говорит, психолог, а я тот человек, который в своей жизни сделает все для того, чтобы были люди, которые будут говорить, а я маг или я эзотерик. Я популяризирую именно это, я популяризирую магию и эзотерику, вы представляете? Я делаю все для того, чтобы это было очень эффективно и очень ярко выражено. Именно популяризация эзотерики как отдельной культуры – это то, что я делаю. При этом я не совершаю ошибок, я не говорю, что я ордена Ленина, дружбы красного знамени, гуру, или наша школа самая лучшая и так далее. Я пытаюсь сказать о том, что существует целая наука, существует целая культура, существует целое общество. Это общество объединено идеями эзотерики. И оно есть. То есть это не сугубо один гуру, это не сугубо секта, это не сугубо поклонение чему-то. Это эзотерика. Наука о непознанном, которая, по моему мнению, должна в дальнейшем быть тоже и почитаема, и признана, и рассмотрена как позиция общего ортодоксального мировосприятия. При этом я решил объединить или забрать достижения философии, которая считает, что философия может помочь человеку или может объяснить ответы на какие-то вопросы. Философия без эзотерики не работает. Эзотерика без философии не работает. Йога без... Йога это эзотерика. Йога без философии не работает. Философия без йоги не работает. Понимаете? То есть это такая система. Получается, я решил сделать все для того, чтобы появилась эта наука, чтобы она обозначилась, имела четкое понимание. И это было не риторические какие-то сам додумайся элементы. И это чтобы не было, ну вот, очень удобно сейчас говорить, там, шлаки в организме. Я как врач могу сказать, что шлаков в организме не бывает. Тогда откуда появилось это понятие? Его придумал какой-то человек, который совершенно не знаком с медициной. Он вдруг придумал, что там должны быть шлаки. А какие... Что такое шлаки? Ну вот шлак это горит, допустим, металл. И после этого происходит окисление, оксидация поверхности металла. И отпадает в виде шлака. Ну где у нас что-то горит в организме? Какой у нас там может быть шлак? То есть где у нас там окисление? Ну возможно, что-то там и происходит. Но я вам могу сказать, ну точно шлаков там нет. Или там загрязнение. Тоже такого не бывает. Как таковое, вот таких понятий не может быть. То же самое я вижу в эзотерике. То есть есть люди, которые говорят, это все энергия. Это все энергия. Но никто не может объяснить. Это энергия, тогда что конкретно вы подразумеваете, когда говорите энергия? Где вот это? Очень удобно в эзотерике. Это привлечет энергию денег. А что это за энергия денег? То есть как я ее почувствую, когда... Вот тепло пошло, это энергия денег у тебя пошло. Там, чувствую успокоение, вместе с успокоением энергия денег пошла в тебя. А это может быть и не энергия денег. Это вообще непонятно, что вообще там зашевелилось во мне. Энергия денег – это должно быть понятие, которое в дальнейшем можно использовать как аксиому. То есть это должно быть понятие, объясняющее, и которое невозможно опровергнуть. То есть, по моему мнению, энергия денег – это энергия, которая возникает у человека в виде вибрации. В тот момент, когда человек видит чужие деньги, или думает о чужих деньгах, или видит свои деньги, или думает о каких-либо деньгах вообще. То есть, что можно сказать? Чувства или обобщенные чувства на уровне нервных выделения нервных нейромедиаторов в виде каких-то процессов, гормональных всплесков или отсутствия их в теле, в виде какого-то особенного электричества в теле. Вот это электричество, вот эти нервные вспышки или гормоны, или нейромедиаторы, электричество, то, которое возникает в этом человеке, по моему мнению, это недоучено или не изучено. И вот этим можно не только управлять, а это может и привлечь материальное благополучие человеку, и оттолкнуть. Можно ли сказать, что это концептуально вот в таком виде? Конечно. То есть, когда ты это начинаешь понимать, то после этого можешь человеку объяснить, человек говорит, вот я начинаю читать мантру денег, но при этом стал злым. Конечно, потому что ты работаешь с энергией денег, а энергия денег – это те чувства, которые возникают у тебя в тот момент, когда ты начинаешь думать о деньгах, считать их или там что-то снимать. Тогда что нужно сделать? Нужно заменить с позиции негативного отношения к деньгам к позитивному отношению. А как это сделать? Механизмы. Первое, второе, третье. То есть, психологические, философские изменения каких-то, может быть, чувственных, работа с электричеством и так далее. То есть, это все объединенные какие-то элементы, которые не говорят, что это плохо, это хорошо, не говорят, что философия плохо, это хорошо. Это системы такие, которые эзотерика, она позабирала, все магическое из разных наук. Но именно из эзотерики произошла в свое время и математика, и химия, и великие открытия. Это все было начало эзотерик. Представляете, все было именно там. Она мать всех матерей, она сейчас управляет миром. И для меня, моей целью жизненной является даже не доказательство, а является утверждение и создание вот такого образа эзотерики, а также образ понимающего человека, который может назвать себя эзотериком, человека, который может тихонечко создать себе свою судьбу, свой социум, свою жизнь, свой мир. И при этом этот человек может доказать, что ему не обязательно сражаться, очень много работать, очень много добиваться чего-то. Это я передаю в виде вот этих философских концепций и своей первой-седьмой ступени.